С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский новости начинаются. Глава региона Игорь Кошин провел прямую линию с жителями округа в радиоэфире. Интересующие вопросы в средства массовой информации от жителей Наринмара и окружных сел поступали в течение двух недель. Накопилось более ста различных вопросов. Часть из них личного характера, но и эти обращения не останутся без внимания. Ответы на них жители региона получат по телефону или в письменном виде по почте. В основном же заданные вопросы касались социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, развития поселений и промышленности. Прямую линию с губернатором округа внимательно выслушала и моя коллега Ирина Цепетова. Абсолютное большинство вопросов, поступивших на телефон редакции окружных СМИ на горячую линию губернатора и в социальные сети, были связаны с социальными льготами для жителей НАО. Почему сокращаются социальные льготы и можно ли сохранить их в полном объеме, интересовались жители округа. Игорь Кошин, в свою очередь, еще раз напомнил, сегодня в регионе полностью меняется подход к предоставлению льгот. Социальная поддержка в целом переводится на рельсы адресности. Проще говоря, помогать будут тем, кто в этом действительно нуждается. Большой блок вопросов был посвящен качеству жизни в Нинницком округе. В адрес губернатора поступали вопросы, связанные с дорогами, жильем, судьбой окружных предприятий. Один из таких вопросов касался Наринмарстроя. Очень просим любыми путями оставить его на плаву. Так начала свой вопрос к губернатору жительница региона. Игорь Кошин начал сразу с цифр. 564 миллиона рублей – именно столько округ совершенно безвозмездно вложил в СМУ для финансового оздоровления за последние два года. Но ничего, кроме долгов и убытков, в результате не получили. Сегодня мы стоим перед выбором. Либо закачать еще порядка полумиллиарда минимум в данное предприятие, чтобы попытаться сохранить его на плаву. Но да, я еще не сказал, что сегодня еще сотни миллионов – это долги по налогам, во мне бюджетные фонды, пенсионный фонд. Поэтому с такой ситуацией больше мириться нельзя. И мы сегодня проводим определенную реорганизацию. Главная задача, которая стоит, чтобы те люди, которые сегодня сокращаются, получили все необходимые денежные выплаты. Вот это очень важно. А на тех производственных мощностях будет создано новое предприятие. Да, там будет меньшее количество работников. Но предприятие должно быть конкурентоспособным, должно строить жилье и объекты социальной инфраструктуры, востребованное в округе. И самое главное – по конкурентоспособным ценам. Волнует жители региона и судьба мясопродуктов. В частности, качество выпускаемой продукции. Глава региона, отвечая на вопрос, отметил, что сегодня мясопродукты, как и все предприятия округа, оптимизируют свою деятельность. Наращивают мощности, увеличивают количество продукции. В прошлом году предприятие недополучило сырье, что привело к дефициту продукции из мяса оленя. В предстоящую убойную кампанию планируется увеличение производства мяса на 25%. Кроме того, отметил губернатор, с 2016 года будут установлены новые ставки субсидий на мясо, которые будут стимулировать СПК реализовывать мясо в мясопродукты, а не за пределы округа. В результате принятых управленческих решений предприятие сможет обеспечить традиционной продукцией население округа. Не обошли стороной прямую линию губернатора и вопросы, связанные с ЖКХ. В частности, людей волнуют высокие тарифы на тепло и воду, и качество последней. Это не совсем эффективная работа предприятия, раз, и не совсем эффективная работа властей в данном направлении, два. Это совершенно четко. Именно поэтому в прошлом году мы приняли 95-й закон, по которому, по сути, предложили городу, если не получается у вас эффективно работать, передайте в округ. Мы модернизируем это предприятие, оно будет работать эффективно и качественно. Город на сегодняшний день, руководство города считает, что самостоятельно выведет предприятие из первой, из той долговой ямы и самостоятельно сможет его модернизировать. Ну вот, в течение этого года мы наблюдаем, вот так, собственно говоря, и живем. В рамках прямой линии поговорили и о дорогах. По итогам этого лета Наринмарт Дорьемстрой выполнил большой объем работ. Глава региона заверил, на этом дело не завершится. Это начало масштабной модернизации дорожной сети. В этом году в регионе начали искать способы создания ливневой канализации. Затронули и один из самых больных дорожных вопросов – строительство дороги Наринмарт-Эльвеска. Мы в этом году уточняем этот проект, ну, то есть проект на смертную документацию, уточняем. И я надеюсь, что в следующем году мы возобновим эту стройку, потому что дорога действительно нужна. И кроме того, мы в этом году еще уточняем проект на смертную документацию по так называемой объездной дороге, которая тоже в городе необходима. Потому что сегодня в чистый пик у нас автомобили выстраиваются практически от искателей до города. В завершении радиоэфира губернатор округа обозначил цель, которую сегодня ставит перед собой власть региона. Это достижение высокого уровня устойчивости Неницкого округа к экономическим кризисам. Для этого сегодня поставлены конкретные задачи, которые сформированы из потребностей жителей Неницкого округа, отметил Игорь Кошин. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.